всем доброго времени суток банда вот и на каком-то этапе времени я наверно подумал что снять видео про то как затачивать ножи и рассказать вот про такую вот точилась q точилку называется ланский до верни набор для заточки ножей было бы всем полезно потому что канал у меня по сути рыболовный да и как понимаете рыбакам без ножа как рыбе без воды вот видео скорее всего затянется потому что сами понимаете много чего-то придется рассказывать выдержать не все да ну как понял самые упоротые кто действительно хочет что-то узнать развиваться те действительно посмотрит это видео до конца почему я так говорю потому что точилочка имеет определенные специфичные моменты которые познаются только через какие-то годы ее эксплуатации и не только именно точил коланский многие точилки данного типа вот открываю и буду рассказывать про все секреты с которыми я столкнулся на данном этапе эксплуатируя ее уже больше десяти лет никакой точилки у меня китайской не было потому что тогда это точилка что-то стоило 2 ши а 3 600 3600 рублей сегодня данные точилки в самой скудной комплектации вот я смотрю официальный сайт всего по сегодняшнему дню да они стартуют от 6 660 до и уходят в городом максимального ценника за 17 930 до вы видите даже я аж чуть не закашлялся ценник абсолютно разные понятно что там другие грубо говоря камни до находятся которая там за семнадцатом тысяч или за 16 до там они уже получаются алмазные да но тем не менее да я просто обозначил весь диапазон там начиная от шестерки и кончая почти до 18 тысяч сказать какая-то точилка плохая или хорошая я вам не могу потому что еще раз повторяюсь она у меня первая и пока последняя до китайская ни разу не пробовал и не могу вам сказать и сравнить вот от этого буду рассказывать как есть с данной точилочкой ими имелась вот такая вот инструкция видно что видите края уже пожелтели точилки больше еще десяти лет а повторяюсь вот такие вот картиночки если кому-то нужно поставить на паузу посмотрите точилка абсолютно оригинальная вот тут рассказываться про углы заточки есть картинки но самое главное так как у нас тогда были отношения с коллективом западом очень хорошие дамы для них были очень положительные ребята нас любили то с ней еще даже была вот такая вот инструкция с переводом вот здесь по-русски написаны модификации точилок их комплектация какого цвета камни какой они гритности то есть до зернистости если сказать по-русски что в них есть также есть рекомендации по заточки в 10 сейчас подержу подольше может быть для кого-то будет интересно вот 17 градусов 20 25 30 что это значит и как это все нужно делать сейчас вам объясню вот я вам держу вы поставите на паузу почитайте я затачиваю обычно 30 градусов объяснять долго про эти все какие-то такие нюансы я не буду есть очень много каналов по заточке ножей по ножам где там а рассказывают про разную сталь про термичку как это там кузнец кует показывает да там как это все там точить не точить какие там точилки бывают там люди вам упоротые расскажут более подробно я вам хочу рассказать более практичнее и по существу во все вдаваться такие тонкие нюансы стали там и каких-то там особых углов заточки я не буду потому что то вы можете найти в широком доступе а вот то что вам про что могут и не рассказать да я постараюсь про это вам именно объяснить скажу только одно что я обычно точу на 30 градусов вот шкала есть вот такая струбцина если у нас шкала я точу с более тупым углом для 30 градусов делать это почему потому что именно на таком топорном угле по сути точит наверно топоры но и так условно говорю да с таким углом нож преодолевает более трудные условия работы там кости там какие-то там более тугу туго режущие предметы резать вот как раз именно для этого так как я ищу на рыбалку в тайгу дней на 6 а может быть даже и более да то есть минимум это на 3 на 2 дня поездки мои да то мне нужно чтобы ночь справился безо всякой заточки да именно нож у меня работал все эти дни чистил рыбу ломал и кости там и вообще как бы для всего до от этого я хочу конечно при такой заточки он не особо там вы знаете как там показывают режут бумагу режет там пергамент режет там как там самураи рекламу делают делают вот так вот короче раз там а лезвие кверху шелк сверху падает ших-ших разрезается конечно с таким углом заточки в тупым 30 градусов данных результатов не добиться да но и не надо ножи рабочие они работают по назначению также еще чуть-чуть отвлекусь и кратко скажу в своей жизни многие говорят и многие даже если вы захотите себе купить нужды рыбалки многие конторы наскором так кузни сообщества предлагают как бы ножи с плохими клинками до обуслового обосновывая том что для рыбака не нужно высококачественная сталь которая бы хорошо держала заточку а нужно чтобы она была достаточно такая мягкая чтобы быстро поправить это все фигня через это я прошел покупал складные ножики я вот как рыбак пользуюсь исключительно только складными ножами но это мое правило это на любителя у каждого как можно выразиться в пенале фломастеры разного цвета это тоже не будем обсуждать вот ну я именно выбрав складные ножи и начал со временем уходить на хорошую сталь вот сначала мне понравился вот такой вот нож я ими пользовался достаточно хорошо но потом их не а сталь был от меня перестала устраивать я начал заказывать точно такие же ножи он именно хорошо мне вложиться в руку но стали начал делать более другую там с 390 бюхлер и разные другие именно клинки начал заказывать и сейчас я со временем ушел уже вот на такие вот американские грубо говоря мужики вот данный бренд вот стать по моему smp 20 св вот он очень легкий легче чем данный момент вот этот ножик при том что раза в три видите какая ручка хорошо вымывается от рыбы от всего механизм надежный сталь еще более лучшая да как бы сказать заточил и она держит такого вот лезвия там 8 10 сантиметров вполне себе хватает справиться с рабу с любой рыбой лезвие достаточно толстая но вот это вот именно мой идеальный нож для рыбалки которым я пользуюсь ну и что теперь хочу сказать уже поближе к теме про данную точилку ланских есть такая струбцина есть камни с так называемой разной гритностью до либо разной зернистостью идут вот такие вот шум полы если их можем назвать сейчас все покажу для чего-то делаться и смазка смазка мне уже тут не родная родная уже давно закончилась не обязательно покупать именно оригинальную смазку для заточки можно подобрать абсолютно другую более дешевую так через какое-то время эксплуатации эксплуатировали это все больше десяти лет у меня сломалась струбцина это вот первый косяк данной конструкции тем более она сейчас за такие деньги вот посмотрите видно что по слому это какой-то там низкокачественный сплав металл силюминь короче одним словом силюминь очень легкая но очень хромкая тем более вот струбцину бы могли сделать и помощнее за такой ценник вот видите там сразу же накрылась внутри родная резьба я уже тут сверху гайкой накидывал здесь у меня еще пока держит я купил новую запасную струбцину ну вернее не запасную вот она пользуюсь ей так что вот это первый недостаток данной точилочки вот в аксессуарах это все продается можно купить от этого поаккуратнее с данной струбциной второе что даже если вы купите эту точилку то камни у вас будут 99 процентов и девять десятых до почти сто процентов будут кривые несмотря на что что-то дорогая американская точилка вот тут тоже нюанс видите про которую тоже может вам особо никто не сказать сразу же начиная с нюансов эти камни нужно будет чтобы нормально адекватно не испортить хороший нож до лезвия не испортить режущую кромку чтобы потом не выводить долго и упорно до сразу же нужно будет камушки выравнивать точилки эти продаются от комплектации здесь у меня по сути уже максимальная комплектация еще докупал камни вот сейчас он уже докуплены на всех камнях имеется гритность вот здесь вот здесь у нас видим зернистость 70 это самый грубый и дальше все тоньше 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 и самый тоненький это у них сапфировый камень это гритность 2000 это у них самый такой тонкий камень вот перечислять это все не буду в этом можете посмотреть на официальном сайте какие гритности но и уже грубо говоря дальше уже финальная это это уже накладка грубо говоря с кожей этого уже тут доводите я честно сказать когда точу ко мне оверни когда-то чу ножи данными камнями при заточке в 30 градусов топорной заточкой сильно не упарываюсь вот чтобы она там оперышки резала и все остальное также еще докупил у них вот такой вот алмазный брусочек это когда у вас камень загрязняется вы якобы чистите скажу помогает не особо не имеет смысла его особо там покупать может быть я просто до такого состояния камня не доводил проще взять какое-нибудь моющее средство и просто это помыть и просушить грубо говоря я так и делаю обычно промываю сушу и как видите все камни целы ничего с этим не случилось вернемся опять к нашим баранам камни все кривые их сразу же нужно будет выводить ну теперь вы не спросите вопрос как это сделать давайте это сейчас все уберем и я вам покажу как это делается и наверное сразу же чем покупать какую-то точилку я представляю если это в оригинальной американской кривые камни то в китайской наверное ну наверно тоже стопудов кривые вот теперь сразу же скажу чем прежде чем вы будете владеть этими точилками вам сразу же нужно будет купить что и что дальше делать да как эти камни выправлять сейчас я все покажу чтобы выправить камень нужно будет стекло вот такое вот обычное гладкое толстое стекло со временем когда вы будете эти камни будут у вас неровными вам нужно периодическое время их выводить на стекле и стекло даже будет выгибаться то есть если посмотреть будет прям как будет изгиб от этого нужно будет переворачивать либо почаще менять стекло чтобы оно было идеально прямое да это можно там проверить взять какую-то там а идеальную поверхности по линейке приложить посмотреть на свет не имеется ли просветы да если просветы имеются стекло надо сразу же менять вот берется вот такое вот стекло покупаете сразу же грубо говоря карбид кремния так вот он выглядит тоже с разной зернистостью с разной гридностью да это как правило с такими точилками карбид кремния надо заказывать как заположняк потому что камни кривые нужно выводить вот в каком плане камни кривые то есть вот этот поверхность если ее приложить до камня к стеклу да она не будет ровной понимаете то есть здесь будет прилагать здесь но не полностью да то есть нужно будет его выводить и в процессе эксплуатации камня тоже будут вот эти вот все уходить не грубо говоря она и тоже будет неровно и тоже нужно будет камень выводить вот допустим мы смотрим какая у нас гридность 120 вот от этого сейчас нужно нам будет подобрать вот видите с такой же гридностью карбид кремния как правило желательно максимально совпадение зернистости самим зернистости бруска дальше нам нужно будет немножко водички сейчас мы высыплем немножко карбид кремния есть нюансы чем меньше гридность до зернистости нужно быть аккуратным потому что то пыль может попадать в легкие да сами понимаете так как здесь зернистость достаточно большая как бы особо бояться не стоит не буду принимать меры безопасности а так нужно будет принять меры потому что пыль засасываться в легкие такие вот делишки немножко жидкости ну вот туда даже многовато на я наливану и будем до многовато ливану сейчас мы лишнее соберем самое самое оно вот и будем делать разные движения которые бы не повторяли в одном положении натирать долго не надо да понимаете и потом когда мы будем протерев какое-то время протрем мы увидим но этот камень у меня притертый и здесь конечно я не смогу вам он у меня уже практически все камни притерты и навряд ли мы увидим неровность ну давайте посмотрим также таким образом и камень очищается лучше чем вот с этой вот резинкой с алмазной крошкой это все шляпа и смотрим видим что в принципе нигде никаких по сути прохватов никаких нету видно что камень во всех местах трется ровно вот камень старый видим вот такой вот у него неравномерная выработка в этом месте сейчас я про этот нюанс тоже расскажу про который действительно мало кто рассказывать чтобы не испортить камни если этот у меня завалы были очень очень сильная я уже под выровнял видите камни у меня уже выровняли ну сейчас пробовали притирать все ровно нигде у нас свободных мест не то есть мест не соприкосновения нету все в одной плоскости вот только тогда когда вы все камни на новой точилкой вот таким вот образом выровняете что все будет идеально в одной плоской только тогда уже можно говорить о качественной заточки ножей уважаемая банда вот таким вот образом все протирается вот это нужно делать сразу думаю все все поняли вот это мы все убираем потому что ко мне то у меня и так при терке это вам просто показал всю эту лабуду сейчас мы соответственно посмотрим как затачиваться нож чтобы вы не вникали в эти все инструкции конструкции сейчас я вам объясню все нюансы как правильно это делается как правило если сильные как бы сказать на ноже забоины выбоины начинается заточка ножа с камня самой большой гритностью данный момент это у нас черный камень с гритностью 70 вот и для того чтобы это быстро выровнять режущую кромку так как у меня на ноже не очень сильные повреждения вот можно начать это вот с красного камня где у нас вот гритность 120 то есть вполне именно от этого момента можно грубо говоря отталкиваться вот что нам нужно сделать в первую очередь как правильно данную штангу соединить с данным камнем выполняется это так берется вставляется снизу кружится на идеально плоскую поверхность прижимается чтобы это было сегодня плоскости и закручивается да то есть вот чтобы поверхность бруска была в одной линии со штангой он правильно крепление дальше как идет за . дальше мы выбираем соответствующий нам угол куда она вставляется вот зажимается нож и начинаем точить сейчас это сделаю и мы будем смотреть как это будет все происходить вот выбираем на ноже точку где мы будем крепить видите здесь зависимости от конструкции можно выбрать ее вот так вот берем малярный скотч чтобы не было отпечатка струбцины на лезвие но если кому пофигу то может можно без малярного скотча ничего шибко не изменится потому что действительно нужно нож царапина на клинке на лезвие ничего тут такого страшного в этом не туда но я делаю так более эстетично здесь мы видим есть вот такие вот на губках расстояние куда вот именно вставляется ложится наш обувь ножа под затягиваться выставляется все ровненько выставляем в одной плоскости именно нужно чтобы здесь я была у нас практически 90 градусов и зажима как более упорные люди они еще это все и проверяют угломерами да то есть я не такой достаточно практично и теперь еще вот вкручиваем сюда такой винт который будет распирать еще сильно главное не тяните то я вам показал чем это вся история может заканчиваться но новая история у меня не с первого раза она у меня наверное долго прослужила лет наверное 67 потом сломалась вот такая вот у нас получается конструкция и теперь начинается самый интересный момент так какие нам делать тело движения да то есть как говорится простые движения и вот тут нюанс долго я внимательно изучал эту инструкцию конструкцию смотрел на ю тубе много видео ну когда я купил это все уже больше 10 лет назад особо на ю тубе не показывалась нифига вот от этого всего то пришлось опознавать именно на своей грубо говоря шкуре да ну и вы понимаете так как у меня опыт уже достаточно богатый вот от этого действительно есть чем поделиться банда вот берется камень много масла не надо чтобы он стекал буквально только вот смочить поверхность вот все много не надо и начинаем делать движение вот у меня вот видите здесь я была такая сильная выработка да вот сейчас скажу откуда она появлялась когда первый раз это взял инструкция сразу не в курю как правильно работать и неправильно из-за неправильной заточки я вот так вот начал грубить брусок вот такие движения делал я делал вот такие вот движения почему-то думал я что точить вот у меня советское наследие да почему-то в голове осталось что точить нужно вот именно вот так и получается идет выработка вот этих кромок и так вы просто запорите брусок вот такие вот движения при заточке делать нельзя делать просто вот такие вот движения в одном месте тоже нельзя самое оптимальное движение делаются вот такие вот берется с края и дальше она идет 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 туда и уходит до конца вот так как лезвие у меня короткая не то позволяет делать вот так сильно тут нажимать упарываться не надо вот участок вот видите вот ушел ушел перевернул дальше вот так следующую чтоб 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 я веселый гонокок открываете дверь старей я принес вам гонорей и вот так вот видите 1 1 1 1 вот так вот покупать каких-то струбцин есть такие допики до продаются сюда струбцина на стол ставится чтобы это держать я этим не пользуюсь вполне себе это можно сделать на весу можно в чего-то там упереть в край можно лизеем в чего-то там в края стоил упереться поточить главное соблюдать а когда меняете это углы на левую и на правую сторону режущей кромки вот и пошли 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 работать вот и дальше прошлись одним камнем и дальше уже ставите еще более грубо говоря мелкой зернистости потом еще 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 и так с каждым разом уменьшаете так называемую гритность или по-русски сказать зернистость ну и в конце финала доходите до кожи если вы сильно не упираетесь за точку чтобы резать шелк или какую-то там а пергаментную бумагу там да то можете просто намочить кожу и пройтись уже кожи ну кожи уже вот такие вот движения туда-сюда уже не делаешь потому что вот когда так делаешь лезвие войдет и задрит кожу тут уже нужно только вот только сверху так вот на выход ну конечно расскажу как это заточить уже более точно если хотите чтобы у вас режущая кромка была такая чтоб нее можно было смотреться как в зеркало уважаемые зрители то конечно вот такие вот алмазные пасты вам в помощь да ну тут их видны данные размеры это советская наша маркировка вот какая тут зернистость видите тут есть таблица все написано также вы делаете и заканчиваете самой тонкой по зернистости пасты до посту наносите прям грубо говоря на кожу ну и тогда можно быть просто японским нельзя положить сюда шелк и она будет падать падать и разрезаться на две половинки вот надеюсь я банда все вам объяснил все кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями до свидания до новых встреч надеюсь был полезен